Всем доброе утречко! Я делаю сейчас гренки. Пить хочешь? Сейчас дам попить. Делаю гренки. Посмотрю, у меня у детей появились новые вкусовые привычки. Хотя в детстве, когда вот до года дети, мне кажется, все так делают и все очень часто так делают. Дети едят одно масло. Без хлеба, без сыра, просто масло сливочное. Видела, что Стивопа хочет масла, просто я ему дала кусочек маленький. И Миша говорит, а мне, мне сидит с удовольствием смакует масло. Вообще, то одну сметану едят, то теперь масло. Мама, а я сделаю робота. Классно, только это из пустылинок? Да. Здорово. Можешь покажу, из каких он машинок сделан? Из машинок? Да. Так, Никита разбирает робота. Это экскаватор. В общем, этот робот был сделан из машинок. Это две машинки. А как он собирается? Мама собирается вот так. Теперь камень в кузов. В кузов. Это ноги. Сейчас голову прицеплю. Голова. И руки. Вот это да. Вот это фантазия. Вот такие вот у меня греночки тут вкусные. Никита заказал гренки. Просто я же позавчера сделала гренки. Теперь у нас какое-то время. Это, скорее всего, будет одно из любимых блюд на завтрак. Потому что потом как-то забывается, что-то другое появляется. Вот этой штукой получается прям очень классная пенка. Я иногда делаю пенку прям сразу вот так вот в стакане. А иногда делаю в молоке, а потом туда переливаю. У нас Сергей терпеть не может пенку в молоке. И он каждый раз смотрит, когда мы это делаем. И такой, что? Зачем вы это делаете? Вы специально себе делаете пенку? Это уже кошмар какой-то. В общем, а мы, наоборот, любим именно такую пенку. Не ту, которая от молока остывает. А вот именно такую пенку мы очень-очень сильно любим. У нас усовершенствование в роботе. У нас появился теперь самолет, чтобы он летал. На спину, да, Лепец? Класс, Никита. Ну, молодец. Я тут все еще вышиваю котиков. На очереди у меня вот такого для мальчика с машинкой. Тут, кстати, маленькая-маленькая светящаяся фара. Вот так закрываем. И теперь буду сшивать все это. Я все делаю на вышивальной машине. То есть я отдельно не шью. Весь у меня дизайн состоит именно из сбора на вышивальной машине. Сейчас я вышила сама у кота. Теперь вот так вот закрываю с другой стороны ткани. И будет контур у меня вышиваться. Вот такой вот котик у меня получается. Здесь оставляю разрез для того, чтобы его набивать. А набиваю я котиков вот таким вот холофайбером. Это гипоаллергенный материал. Для детей прям идеальный. Он не воняет, не линяет, не скатывается со временем. То есть это такой как бы пластик, но в виде вот ворсинок. Поэтому идеально подходит для мягких игрушек. Я его покупаю килограммами. Вот в этом пакете было, по-моему, как раз килограммы есть. Или полкило. Я уже не помню, если честно. Вот такой огромный пакетик. Взяла вот эту игрушку Мишину. Хотела на место положить. Она просто на кухне валялась. Пока, в общем, взяла, начала играть. Это мой личный рекорд. Я не смогла остановиться, пока полностью не заполнила эти штуки. В общем, больше они не закидываются. Одна внизу и одна вон там застряла. Если кто-то поставит рекорд больше, пишите в комментариях. Я реально взяла и не смогла отлипнуть. Мне надо идти вышивать, мне надо идти готовить. Я сижу краем эту игрушечку. Но она реально очень интересная. Эта игрушка в фикс-прайсе продается. Мы ее там купили. Две штучки у меня не получилось наверх закинуть. Ну, они там просто не помещаются, мне кажется. Ну, как-то тут делать. Выточку, что ли? Положить. Когда я показывала вот этот вот свой комбинезон, мне очень многие в комментариях написали, что он мне просто в росте большой, поэтому у меня такая большая щель подмышкой. И сказали ушить не подмышкой, а плечико ушить. И реально, почему я не догадалась вообще раньше? Ну, я понимаю, почему я не догадалась, потому что я вообще не швея. И у меня даже мысли не было, что такая большая выемка может быть, потому что я просто низкого роста. В общем, сейчас я распорола подмышку, которую я ушила, и хочу ушить плечико. Мне кажется, мне будет намного комфортнее в таком комбинезоне, потому что исчезнет вот этот большой мешок на груди, будет удобней. Вот. Шью сижу. Подшиваю, вернее. Вот я ушила. Вот так вот мне намного больше нравится, потому что вот этот мешок, который тут реально прям большой был мешок, он исчезает. Прямо вот так вот удобно. И пройма уменьшилась. Она была вот такая вот. Уменьшилась пройма, и она теперь такая, какая нужна была. Все, я примерно вот столько ушила с каждой стороны по плечикам. Теперь можно отрезать. Все. Лучше же, Сереж? Можно сегодня в нем в парк идти. Все, все, по обратной иди. Не надо. Там большие мальчики, они там плескаются. Давай вон туда, обратно. Ножками топай. Мы тут в фонтане плескаемся. Там Никита, тут Степа, а вон там большой фонтан. Миша прочит магазин, а я говорю Мишу, вот если доедешь на самокате до меня, то пойдем в магазин. Старается. Ему прям это сложно очень дается. Миш, давай толкайся сильней. Поворачивай ко мне. Миш, в другую сторону наклоняй руль, тогда повернешь. Мишу. 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 Вот так мы катаемся на самокате. Тот зеленый ему все-таки моложе по росту, поэтому вот на этом синим катаемся. кое-как. Степочка тут со мной яблочко кушает. Степ, вкусное яблочко. Ням-ням. Хотели с Мишей в магазин сходить, он не может найти сандалии. Говорит, оставлял вот здесь. Здесь все мы обыскали, говорит, их украли. Ну, как можно сандалии украсть? Булочные сандалии, ладно, там они какие-нибудь бы новые были. А то обычные резиновые наши сандалии. Миш, давай ищи, может быть, ты в другом месте снял, может быть, под каким-нибудь другим деревцем. Зато вон Степка у нас отлично катается. Да, Степка? Оп, приехали. Мы нашли наши сандалии. Ура! Нашла еще одно преимущество низкого роста. Я даже не наклоняюсь. Сам что ли? Сам? Ну, давай сам. Нагорку тут. Нет трамвачков. Я, наверное, глядя иду в магазин за хлебом, сыром и фаршем. Мысль у меня о запеканке не покидает меня, поэтому буду делать сегодня запеканку все-таки из кабачков. Для этого нужно еще фарш и сыр обязательно. еще что-нибудь куплю. Мой сыр, который я брала все еще по акции. Две по цене одной. Взяла такой сыр. Еще целую корзину всего взяла. Печень говяжий, фарш, йогурт. Давно мы, кстати, не покупали йогурты такие в закупке. Нам неудобно просто забирать. Вот такой вот сейчас взяла. И хлебушек взяла. Там еще хлопья взяла на завтрак. Целая куча продуктов. Пришла домой. Здесь ужин уже готов. Здесь пюрешка с грибами и луком и ложкой. Здесь курочка жареная с вилочкой. Вкусняшки такие, Серёж, спасибо. И даже Стёпе отдельно сделал просто пюрешку без грибочков. Да ты, мой хороший, Серёж. Спасибо большое. Папа, да, сделал? Да. Еще компот она варил и кукурузу отварил. Это кукурузу с вилочкой отварил. Это у нас... Это я достал. Серёж, ну это шуточка. Но у нас, видишь, пюрешка с ложечкой, курочка с вилочкой, кукурузка с вилочкой. Все вкусненькое. Вот. В духовке взгляните. В духовке еще что-то. Там еще и в духовке что-то делается, пирог. Серёж, ты мог бы целое видео на канал свой снять. Ужин для жены, пока ее нет дома. Я сидел-сидел, и что-то меня заклинило. Да потому что, я говорю... Мне захотелось есть. Ты слишком долго, Серёж, просто видео не снимал на канал, не готовил ничего. Уже хочется тебе готовить, да. Вошел в кураж. Видите, как полезно в парк вечером ходить. У нас не было дома сколько, 3,5 часа или 4 часа не было. Вот за это время ужин приготовился. В общем, сегодня я не буду делать запеканку. Оставлю ее на завтра, потому что все уже сытые и накормленные. Если бы я был бы сытый, я бы ничего не готовил. Все с ним осталось. Серёж, я просто проголодался и все приготовил себе. Вкусняшки. Умно. Никита, как ест кукурузку? Просто радость перфекциониста. Он всегда так ест. Он пальцем его выковырует по одной штучке и кушает. Нет, вообще я вот так ест. Мне дали чек из магнита просто нереальной длины. Вот это вот всё, это то, что на выброс, это не чек. Новые какие-то акции и бонусы тут стимулирующие. Новые купончики на скидку, на следующую покупку с завтрашнего дня действуют в магазин. 34,99 шоколадка. 34 рубля. Нормально. Оторви. Сохрани. Как я? Замки глазные? Это нам, наверное, не нужно. В общем, Сергей очередной раз рисует план нашей детской комнаты. Мы сегодня перерисовали уже несколько лицов А4. Я даже в Инстаграм несколько сторис делала с опросами различными. В общем, мы планируем детскую комнату, выбираем, какие у нас будут кровати и не можем определиться. У нас для дома не заказана еще никакая мебель. Ни кухонный гарнитур, ничего. Только вот ванная, ванную комнату мы купили мебель. И в душ на первый этаж мы купили мебель. А во все остальные комнаты у нас ничего еще нет. И мы хотим начать именно с детской, потому что... Ванную купили мебель. Тумбочку. Тумбочку и рак. Эту раку мы всем не понравились. Кстати, в Экспресс завезли реально салатники. Очень похоже на нашу раку. Надо там кто-то написал как салатник. Вот вообще один в один как наш рак. Я прям посмеялась. В общем, мы хотим в первую очередь начать делать детскую, потому что хотим туда переехать, чтобы дети на чем-то спали. Мы-то можем на полу с Сергеем поспать, но детям нужна кровать. Сергей и так спит на полу. Сергей и так, в принципе, спит на полу. Так что начинаем с детской, потом все будем остальное делать. И за сегодня мы рассматривали варианты. Первый вариант. Здесь кроватка, здесь кроватка и одна кровать вот здесь. Это будет на фоне разноцветной стены, потому что стена у нас получилась очень пёстрая. Я хочу какой-нибудь однотонной мебели закрыть и будет не так пестрить, в общем. Этот вариант мне очень понравился, во-первых, потому что пространство вот тут освобождается. Здесь можно сделать какой-то спортивный уголок. Это что, кстати, такое? У тебя это нарисовано? У нас кровать сюда. А, это мы второй вариант рассматривали. В общем, потом мы думали эту кровать перенести вот сюда. Почему мы не хотим вот так? Три кровати? Здесь мы не хотим вот так вот, потому что мы хотим здесь еще шкаф. Шкаф закрывает кровать, заходишь в комнату, ребенка сразу не видно. Хочется, чтобы сразу всех видно было, когда я захожу в комнату. И, в принципе... Подожди, мы можем этот шкаф вот план комнаты, план комнаты, вот этот уголок с этой стороны, вот эта кровать из него, типа здесь шкаф. Да? Вот так ты не хочешь, потому что ребенка не видно. Ну, мы можем шкаф сюда поставить. Но тогда у нас получается все четыре стены, то есть здесь окно, здесь стол у окна, шкаф, кроватки, еще здесь кроватка, то есть все четыре стены заставлены. Почему мы не хотим заставлять все четыре стены? Потому что мы хотим, чтобы у детей было свободное пространство для игр. Они у нас очень любят, ну, там, покидать мяч, побеситься, побегать. И если этого пространства не будет, это будет, ну, неудобно нам. Тоже та же кроватка, да, кроватка, и вот эта сюда перенеслась вместо вот этой. А здесь под этой кроваткой мы планировали какой-нибудь уголок детский, такой спортивный, но Сергей решил, чтобы головой не бились, чуть-чуть повыше поднять третью кровать. Получается вот такой вот уже план. Одна кроватка здесь, одна кроватка здесь, расстояние между ними 80 сантиметров, третья кровать здесь, и здесь лестница чуть выше, и идет лесенка, в общем, тут детский уголок, по которым реально можно ползать. Шкафы, соответственно, на той стене получается напротив, здесь столы, а эта стена пустая, вот как раз-таки для детских игр. Можно, в принципе, ну, там что-то разместить. Пожалуйста, не пишите в комментариях варианты еще, потому что я смотрела, я начала смотреть Pinterest, наверное, в феврале, ну, как только мы решили, чтобы он покупать этот дом, я начала смотреть. Сначала я смотрела кухни, гостиные, потом я смотрела ванные комнаты, потом я смотрела детские. Я смотрела все детские комнаты на большое количество детей, которые существуют вообще, мне кажется, на планете, потому что они мне уже, наверное, снятся, и, ну, реально, я видела все варианты, и просто мы остановились на тех вариантах, которые нам более-менее подходят. У нас Никита очень-очень мечтает спать выше всех. Это у него просто какая-то голубая мечта. Он давно еще увидел у друзей двухъярусную кровать, обычную двухъярусную кровать. Он говорит, мам, почему у них такая кровать классная, я так хочу на втором ярусе спать. Когда мы приехали на отдых, там, где котята были, там была двухъярусная кровать, он туда запрыгнул на второй ярусной, и сказал, я сюда никого не пущу, это моя кровать, я только тут буду спать. Я говорю, ради бога. И, в общем, после этого мне пришла идея. Сначала я вообще хотела кровать, знаете, как в садике, которая вот, как у всех сейчас, мне кажется, в садике, вот одна кроватка из нее выдвигается, вторая из нее выдвигается, третья. Я думаю, это очень сильно экономит пространство и удобно, но вот после его вот этих заветных желаний нам захотелось, чтобы кровати были повыше. Я сама до 16 лет, наверное, ну, в общем, ну, да, до 16, не, не до 16, по-моему, до 14. В общем, я точно не помню, но все свое детство и юность, можно так сказать. Я спала на втором ярусе, внизу спала бабушка, я на втором ярусе, а на отдельной кровати брат. И мне там нравилось, мне там всегда нравилось, и никогда мне там не душно не было. Тут тоже мне писали сейчас, что на втором ярусе многим душно, что там продают кровать, делают отдельные. В общем, мне не было никогда душно, я думаю, это все решается, можно поставить сплит-систем, можно поставить увлажнитель дополнительный. В общем, я думаю, с этим проблем не будет. Я больше переживаю, удобно ли им там будет, ну, например, сесть, можно ли, чтобы расстояние это было, или, например, там, почитать что-то, какие-то там ночники дополнительные, чтобы были, хотя, в принципе, наши дети по ночам это не читают, а когда они станут постарше, им можно уже будет разъехаться в разные комнаты, и там читать сколько хочешь, если они уже будут сами себе читать, то пора, значит, им отдельные комнаты. Так, в общем, Сергей говорит, что я болтушка, слишком много рассказываю, нужно по делу, по делу, не пишите новые варианты, потому что я видела все варианты, которые существуют, и если есть какие-то советы именно по тем вариантам, которые мы спрашиваем, мы с удовольствием их примем, можете писать. Сергей сейчас предложил, что можно сделать выдвигающуюся кровать из-под этой кровати ночью, то есть одна кровать будет выдвижна, здесь будет кровать, здесь будет кровать, и одна выдвигается. Тогда спортивный уголок можно сделать лесенкой, здесь повыше, свободно, вот так. И Никита будет выше всех тогда, тут будет, ну, либо Степа, либо Миша, и тут кто-то, может быть, так и сделать. В общем, думаем варианты, думаем, нарисуем мозговой штурм. Ну, мы считаем, что главное в детской, чтобы было место для игры, чтобы они не ходили играть, там, властину, не ходили играть в другие комнаты, чтобы они могли там сесть и разложить то же самое Лего, например, на полу поиграть, потому что Лего довольно много места занимает. Или, ну, любые другие игрушки, тоже железную дорогу разложить. Если будут стоять посередине комнаты одна кровать, вторая кровать, третья кровать, то просто негде им будет играть. Вот. Ну, мне вот, вот эти варианты мне нравятся, и я прям представлю, как они будут смотреться, и это будет классно. Это, вот, любой из этих вариантов, он будет очень-очень классный, он будет очень красивый. Но нужно определиться, какой из них делать, и, ну, в любом случае, если вдруг нам что-то не понравится, я это тысячу раз говорю, и каждый раз, когда снимаю про дом, говорю, если нам что-то не понравится, это не проблема переделать. Мы можем это разобрать, поставить те же обычные кровати, купить, это дело, ну, буквально недельной длительности. Но хочется попробовать что-то интересное, потому что у нас здесь был подиум, и он нам нравился. И вот сейчас даже покупатели в квартиру пришли, им тоже понравился этот подиум, понравился тоже, что кровать выдвигается. Подиум, это реально очень классная экономия пространства. И вот здесь хотелось бы что-то похожее сделать, но здесь, ну, такое же мы не будем делать, потому что это у нас уже более, для более маленьких деток хочется уже нормально повыше столы. Ну, в общем, будет все отлично. Вот так вот это будет примерно выглядеть. Тут канат, кровать задвигается. А еще, ну, через года два, когда Никита, может быть, захочет отдельную себе комнату, Никиту можно отсюда переселить в соседнюю комнату. В 9 лет. Ну, в 9. Через 6-8. Ну, в общем, когда-нибудь это желание настанет, в любом случае. Через 15. Хочешь в 15. Тогда можно Мишу переселить сюда, Степа сюда, а эту кровать просто убрать, без лишних каких-то вмешательств. Вот. А выделить Никитке там соседнюю комнату, ту же мастерскую или кабинет твой. В общем, вот этот вариант нам пока больше всего нравится. Будем его, наверное, рассматривать. Минимум всего. Какого красивого сестра. Никита, как раз хотела, по этой лестнице заходить. Никита, можно прям хоть с лестницы на кровать залезать. Не, лестница тут еще будет, и в любом случае. Вот, вот здесь будет лестненько. Я не умею себя, что вовно как-то вот так надо, да? Много раз навязать. Вот так лестненько. Вот так вот. Вот так вот.